Тень Христа Притча. Притча Соломона, 20 глава, с 15 по 30 стих. Есть золото и много жемчуга, но драгоценная утварь уста разумная. Возьми платье его, так как он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него за лоб. Сладок для человека хлеб. Приобретенный неправдаю, но после рот его наполнится дресвою. Предприятия получают твердость через совещание, и по совещании веди войну. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайн, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы. Наследство, поспешно захваченное в начале, не благословится впоследствии. Не говори «я отплачу за зло», представь Господу, и Он сохранит тебя. Мерзость пред Господом – не одинаковые гири и неверные весы недобро. От Господа направляются с шаги человека. Человек уже, как узнать путь свой? Сеть для человека – поспешно давать обед, и после обеда обдумывать. Мудрый царь вывеет нечестивых и обратит на них колесо. Светильник Господень – дух человека, испытывающий все глубины сердца. Милость и истина охраняют царя, и милостью он поддерживает престол свой. Слава юноши – сила их, а украшение стариков – седина. Раны от побоев, врачество против зла и удары, проникающие во внутренности чрева. Размышления, часть первая. Христос – наш поручитель. Притчи Соломона, 20 глава, с 15 по 22 стих. Большинство притч в этой книге просто и недвусмысленно говорит о таких вещах, как честность, сплетни, мудрый совет и тому подобное. Но одно, по-видимому, необходимо прояснить. В стихе 16 слово, переведенное как «залог», буквально означает «поручительство». Это финансовый термин, относящийся к ситуации, когда человек берет на себя ответственность за долг другого. Человек, который поручается за незнакомца, берет на себя большой финансовый риск. И если кто-то просит у него взаймы, будет мудро попросить у заемщика поручительство. Красота этого стиха в том, что наш Господь, Иисус Христос, оплатил наш долг греха, который мы никогда бы не смогли оплатить. По человеческому рассуждению это может показаться глупостью, но такова Божья мудрость. Сознаете ли вы, что Иисус был раздет, чтобы мы могли облечься в праведность? Обретите уверенность и спокойствие в том, что Иисус освободил вас от долга греха. Размышления, часть 2. Важно отметить, что книга притчи не только учит праведной и благоразумной жизни, но в конечном счете указывает и на мудрость Божья, которая обнаруживается во Христе. Следующий цикл притч затрагивает темы честности, Божьей воли, обетов и так далее. Давайте подробнее остановимся на стихе 26. Таким образом, мудрый царь способен отделить зло от добра, распознать его. Иоанн Креститель то же самое говорит об Иисусе и его лопате для веяния. Он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в жительство, а солому сожжет огнем неугасимым. Евангелие от Матфея 3.12 Приходит день, когда Иисус отделит зерно от Мекины. Что вы делаете, чтобы приготовиться к этому дню? Молитва. Господь Вседержитель, благодарю Тебя за то, что Ты мой поручитель. Ты уплатил мой долг и обеспечил мое спасение на кресте. Спасибо за безопасность, которая есть Тебе. Пожалуйста, даруй мне мудрость, чтобы мыслить и поступать, как Ты, и уподобляться Тебе во всем. Пожалуйста, помоги мне возрастать благочестивой мудростью. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Аминь.